всем привет мне часто приходится заниматься изготовлением всякой дряни и в этот раз это вот такая вот резиновая втулка она развалилась так вот выглядит и она какая-то дубеневший окаменевший я не знаю но мне принесли в качестве материала вот такой вот кусок резины листовая резина и мне нужно будет по-быстрому сделать одну вот это вот втулку для этого я буду использовать разумеется токарный станок мне часто в комментариях пишут вот я бы это сделал на сверлильном быстрее болгаркой красивее на лентопильном станке умнее то есть но дело в том что я показываю работы которые я могу выполнить на токарном станке то есть тем самым универсальность токарного станка не пытаясь с кем-то в чем-то соревноваться и так эти работы я буду выполнять также на токарном станке и здесь казалось бы все элементарно для этого я изготовил вот такой вот пуансон не пуансон который обработан по наружному диаметру колебал это резинка в размер внутреннего диаметра я зажимаю патрон ну наверное это пробойник на лучше сказать правильно и подпирать надо будет раз держателя и здесь мне пригодилась деревяшка которую свое время я использовал для того чтобы сверлить на станке пластины я тогда просверлил закрепил державку от резца и как раз вот в этот в этот раз она мне очень пригодится зажимая и то есть для того чтобы и подпереть резину и в то же время не убить режущую кромку несмотря на то что втулку нужно будет изготовить одно деревяшка закреплена теперь резина это то есть она прижимается в деревяшке да я уже одну попробовал изготовил и поэтому уже у меня есть отверстие назначение которого я объясню позже но я сразу совместил отверстие с осевой линии станка позже вы поймете зачем это резина смазываю маслицем импровизированный пробойник и прорезаю отверстие все отверстие готово то есть это как раз внутренний диаметр будущей втулки теперь этот пробойник то есть смотрите тут какая штука получается мне же нужно будет просверлить прорезать второй диаметр но разностенность я я просто не попаду как бы я не старался я не смогу попасть ровно по центру поэтому то самое отверстие который вы видите я его просверлил сверлом зажатым кулачки необходимую длину с таким расчетом чтобы тот плансон который я использовал просечка который я использовал для обработки внутреннего диаметра я его устанавливаю сюда то есть он упирается и таким образом я получаю тот самый центровик то есть моя втулка будущее она уже от центрирована и стоит на месте резина заготовка теперь я устанавливаю патрон 2 вторую просечку внутренний диаметр который соответствует наружному диаметру будущей втулки то есть здесь у меня все совмещено и в идеале все должно выйти хорошо но резина такой материал поэтому технологии это требует доработки но мне нужно просто быстро сделать это втулка и отдать поэтому обороты маслица внутри снаружи и прорезаю наружный диаметр но получилось как я ожидал не очень ровно нужно еще работать с наружным диаметром смещение так что вот так вот жду ваши комментарии будет интересно узнать у кого какой опыт имеется по выполнение подобных работ все всем спасибо ну вот эту самую втулку на пялили на горловину масляного щупа да правильно я их назвал и она должна установиться в это отверстие и она должна установиться в это отверстие в это отверстие все на месте спасибо